В 2013 году член Совета директоров Газпрома Игорь Юсуфов заявил, что, мол, сланец – это все фигня, сланцевый газ – это убыточная тема, и он никогда не будет конкурентом Газпрому, особенно в Европе. Но, как мы уже все убедились, прогнозы, прости господи, экспертов из РФ сбываются с точностью до наоборот. Сначала была Польша, контракт был заключен в середине апреля. Он стал первым договором на поставку газа из США в Восточную Европу, где 80% рынка занимает Газпром. Первый танкер с СФГ от американской Ченро, пока единственного в США экспортера голубого топлива, поступит в Польшу уже в середине июня. Теперь еще подключилась Германия. Германия намерена решить проблемы с газоснабжением западных регионов путем поставок сжиженного природного газа СПГ из США, хотя проще и дешевле было бы построить соединение с российским Северным потоком. Итак, немцы решили заплатить больше денег, но быть меньше зависимыми от Москвы. Разбили надежды на прибыль и восточные соседи РФ. Распиаренный Кремлем разворот российского газового экспорта на восток, мягко говоря, тоже не пошел. Пекин не видит необходимости в трубе «Сила Сибири-2» и поставках газа с Сахалина, которые обсуждались с 2015 года. Власти Китая заинтересовались покупкой сжиженного газа в США, так же, как и все остальные. Более того, Китай уже покупает газ в Средней Азии по ценам ниже российских и развивает собственную добычу сланцевого газа. Необходимости в новых закупках в РФ просто нет. А что же делает «Газпром» в условиях, когда его доля рынка в ЕС и Китае падает? Снижает цену на газ, дает скидки, вкладывает деньги в модернизацию добычи, чтобы снизить себестоимость, а вот хрен там. «Газпром» продолжает зарывать бабло в строительство газопроводов в ЕС и Китай. В газопроводы, которые в перспективе нафиг никому не нужны. В результате операционный денежный поток «Газпрома» рухнул на 84% до 105 миллиардов рублей. А пока РФ с Конгрессом США играют в игры под названием «Российский компромат на Трампа», американский бизнес спокойно, уверенно и абсолютно цинично выжимает с рынка когда-то самую дорогую компанию РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова